Добро пожаловать! Я Елизавета Косякова, ведущая ежедневных новостей из Варнинской студии и Глоб. Люди в бедных странах придерживаются более здорового рациона питания по сравнению с богатыми странами. Такой вывод смогли сделать исследователи журнала Lancet, в котором они опубликовали свое исследование. Оно представляет собой один из самых исчерпывающих соц. опросов о различных рационах питания. В отличие от других исследований, которые высчитывали рацион питания и собранных данных о производстве продуктов питания, экспорте и импорте отдельных стран, данное исследование основано на сборе данных из существующих анкет, заполненных людьми из 187 стран, что составляет 89% населения всего земного шара. Исследователи разделили все продукты на две группы – здоровая и нездоровая пища. Группа здоровой пищи состояла из фруктов, овощей, бобовых культур, семян, орехов и много чего другого, когда же группа нездоровой пищи состояла из красного мяса, мясных продуктов, транжиров, подслащенных напитков, соли и пищевого холестерина. В среднем во всех странах рацион питания всех возрастов и всех полов в 2010 году получил оценку 44 балла за рацион из здоровой пищи и 52 балла за рацион из вредных продуктов питания. Что же касается различий между странами, то страны с высоким уровнем дохода имели более высокие баллы из-за разнообразного рациона и здоровых продуктов питания, но и гораздо более низкие баллы, в связи с высоким потреблением вредной пищи по сравнению со странами с низким уровнем дохода. Конечный результат, что, конечно же, характерно, дал более высокий общий балл бедным странам. Это все на сегодня, но если вам хочется узнать больше, мы ждем вас на нашем сайте itglo.ru. Спасибо за просмотр.